В Кальгамбре 20 километров подземных ходов, но не пускают туда, просто можно через решеточку посмотреть на кусочек. Вот здесь, за этими стенами, вот в той комнате, устно Изабелла Костильская договорилась с Колумбом о том, что она будет финансировать его, но договор они подписывали не здесь. И передавали драгоценности, тоже не здесь. А напротив того здания, где мы только что были, где Колумб договаривался с Изабеллой, есть вход в другую часть, тоже с красивым потолком и тоже с израстцами. Всякие переходы, поворачивая направо, налево. И солнце в глаза, ничего не видно. Вот такой дворик. Спасибо. 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 Вот здесь семейцы ведёшься внутри. Нет всем, не спасибо, да? Двери деревянные. А вот эти львы нельзя фотографировать. Красота, вода и отражается замок в воде. Это окошки гарема, где жили наложницы. Не жены, а наложницы. Это двери в гарем. Красный и синий цвет остался. А раньше было раскрашено разными цветами. Углубление. Углубление. Это низ. Ничего интересного не представляет. Потолок символизирует седьмое небо. То есть здесь звезды. Вот первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И чтобы попасть в центральную звезду, только центральная звезда является седьмым уровнем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, тут есть внутренний дворик с фонтаном. Лен, переход вот с той стороны, это балкончик. А здесь я нахожусь, это переход из одного здания с другой. Сакрамонт Мэнта или Сакрамонта, дома-пещеры, за которые не платятся налоги. Но, в ниже крепостной стиле, это вот ступень для достатка крепостной стилей, где заканчивается, справа, белые фасады, то есть они внешне похожи на две дома, на улицу. Крепостная стена. Сакрамонте называется, не Сакраменто, а Сакрамонте, что переводится, священная гора. Газель. Символ гранаты. Гранат и газель. Газель. Гganа. Писатель Вашингтон Ирвинг жил здесь несколько месяцев и написал сказки Альгамбре. В 19 веке Альгамбра была заброшена, когда сюда приехал Ирвинг. И здесь жили бандиты и цыгане, однако это не остановило Ирвинга. Он написал книгу, оставил здесь отзыв и после этого весь мир прочитал его книгу, сюда стали ездить и восстанавливать. А следующее помещение, куда мы вошли, это уже сираль, ремка. Вот это холодная комната, следующая теплая, а за ней парилка. Три комнаты были у каждой. И у парилки вот такая крыша. Это не иллюминатор, это окна парилки. Здесь жила главная жена, поэтому здесь комната красивая и потолок очень красивый. Шишки – это символ плодородия. А остальные жены жили сбоку. Одна, вторая, третья. Всего было четыре жены, но вот в этой красивой комнате жила главная жена. Так, вот они, шишки, чтобы было ясно, о каких шишках идет речь. Альков, султан. Слав Авенсарахес. Потому что самая известная легенда Алгана, неманский род Авенсарахес, готовилась заговор против предпоследнего султана Алгамбрита. Легенды возникают в нем в пустом месте. Согласно этой легенде предпоследний султан Алгамбрит застукал главную жену с кавалером Батараловым. Главная жена – это Март первого, из официальных людей, Март первого сына, наследника. Значит, главная жена целовалась под Кипарисом. Я вам подумал на какое-то место, потому что она сусор охраняет Кипарис. Они целовались под Кипарисом. Султан подгверивал, видел, как аницируется, но не увидел лицо кавалера. Только герб на печень. Плаша. Плаша, да, решил отомстить. В один прекрасный день приглашаю всех молодых кавалеров этого народа к себе. Согласно легенде, около сорока человек к нему приходят. Заходят по одному. На вопрос, вы были с моей женой? Это вы целовались под Кипарисом. А вен-Сарахтец отвечают, нет. Никто не признався. Чем это кончилось? Всех убили. Чем это убили голову? Вот цель и сочи. Кипарисы. Вот здесь. А вот здесь посадили рядом розу. Сан-Франциско. Сорт. И она полностью его отбила. И когда цветет роза, Кипарис имеет необыкновенный вид. Портал, почему называется это сальпортал? Потому что напротив нас находится вывод дворца портал. Портал переводится с аварского как хортик. Видите, на полепорте из пяти арок, правящих башни там. Там поставили двойной барьер, потому что балкон находится над обрывом. И это оказывается, что это одно из любимых мест самоубийства. Идем очень красивым путем в летнюю резиденцию султана. Всюду журчат хоть небольшие фонтанчики. И цветут водяные лилии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова